Ну, это вопрос лексики, да, слово бизнес, и из английского бизнес это как раз дело, и это про ту добавленную стоимость, которую мы привносим в этот мир, да, беря какие-то ресурсы, их перерабатывая и делая новый продукт или услугу, это и есть бизнес. Да, Марина, спасибо, в бизнесе помочь людям становиться лучше и заботиться о своем здоровье. Да, то есть чем вы помогаете людям, да, ваша услуга, какой бы, например, сухой и обезличенной она ни была, вот любой продукт, любую услугу можно развернуть лицом к людям, да, если делать ее с любовью и с посылом на улучшение этого мира, вот как бы не пафосно это звучало, то бизнес начинает расцветать, он выходит на новый уровень. Но для этого все члены команды должны разделять миссию и ценности. Так вот, какая миссия у вас и какие ценности у вас? Как только вы проясните этот вопрос для себя и для команды, самое время будет сесть и подумать, а какое поведение соответствует тем ценностям и той миссии, которую мы декларируем. И уровень поведения, он очень важен, потому что это то, как видят нас наши клиенты, это то, как нас видят наши сотрудники, которые тоже являются нашими внутренними клиентами. Поэтому подумайте вот тут вот, если вам ясна миссия, вам ясны ценности, то каким образом вы эти ценности проявляете через поведение? То есть какое поведение приветствуется и является желаемым, а какое поведение навсегда должно уйти из вашего дела, вашего бизнеса? И как только все ваши сотрудники согласятся, что да, это то, что мы хотим видеть, а это то, что мы не хотим видеть никогда, вы увидите, что это согласие внутри команды даст вам вот тот рычаг, на котором вы можете здорово вырасти. То есть если группа людей подписывается под тем, что впредь вот такое поведение с клиентом внутри компании, даже когда человек сам собой, да, как мы делаем здесь дела, да, как мы ведем бизнес. Как только есть понимание и согласие, вот этот коллективный договор, который создается, он на самом деле, он может быть даже неофициальным, но он делает оговоренное поведение приемлемым. Его теперь впредь вы будете приветствовать, и если человек будет выбиваться из этого поведения, то скорее всего сам коллектив будет показывать человеку, что ему здесь не место, да. В чем сила большой идеи, которая двигает людей, она как раз заключается в том, что сами люди внутри вашей команды будут регулировать впредь приемлемую норму. Но вы как лидер, конечно же, должны этим процессом руководить. Итак, мы с вами поговорили про миссию, поговорили про ценности и поговорили про поведение, да. И спасибо, я вижу ваши комментарии, да, вот вы же неоднократно пишете, что я стараюсь быть примером сам. Вот быть примером самому – это здорово, но что еще круче, это посадить людей за стол, если у вас достаточно маленькая команда, или там провести какой-то большой тренинг для большего числа людей, чтобы люди совместно выработали вот те правила поведения, которые теперь будут в бизнесе приемлемы. Вот, и поверьте мне, нет ничего сильнее, когда люди садятся вместе, приходят к соглашению, что это теперь есть наш новый уровень нормы, да. Даже если вы его нигде не прописываете, не наказываете за его невыполнение, люди начинают к этой норме стремиться. То есть так работает коллективный разум, именно поэтому так ценно к этому ресурсу обращаться и его использовать. А теперь, да, спасибо большое, а кому не нравится, да, то те отходят, сами отваливаются, так и есть. Да, люблю работать в команде, решение вместе – это супер. Да, но смотрите, как правило, команда сама редко изъявляет желание, да, такое делать. Почему я и обращаюсь скорее к вам, как бизнес-лидерам, когда вы в центре этих изменений, вы являетесь источником этих изменений, а потом на самом деле вместе с командой пожинаете положительные результаты и плоды. Это такой win-win-win, выигрываете вы, ваша команда и ваши клиенты. Это то, как вы выходите на новый уровень прибыльности. Да, и большинство бизнес-лидеров, бизнесменов, которые приходят за помощью, они как раз люди, у которых уже в бизнесе все хорошо и давно уже хорошо, и очень хочется выйти на новый уровень. То есть для многих бизнесменов современности, предпринимателей, именно создание корпоративной культуры с проясненными корпоративными ценностями, вокруг которых объединяется уже достаточно большой коллектив, это как раз тот способ выйти на новый уровень прибыльности, масштаба, клиентоориентированности. И, конечно же, удовольствие, потому что работать в команде, где ценности являются не просто словами, написанными на стене, а словами, в соответствии с которыми люди живут искренне, да, и они поучаствовали в создании этих ценностей, это всегда очень приятно, и люди, конечно, в эти команды стараются попасть, да. Почему некоторые компании, многие из них всемирно известные, они так притягивают людей, да, потому что там не только замечательные условия для труда, там еще есть нечто, что людей делает одной большой командой, и неважно, где ты работаешь, в России или в Австралии, потом, когда вы встречаетесь, да, в рамках одной компании, вы говорите на одном языке. Вот про что корпоративная культура, корпоративные ценности. И еще один очень важный прикладной инструмент, о котором я хотела сегодня с вами поговорить, после того, как вы уже со своей командой проработали миссию, проработали ценности, проработали правила и поведение, очень важно понимать, что вы, как лидер, ответственны за качество ваших отношений с каждым из сотрудников, да, особенно с теми, с кем работаете напрямую. Да, спасибо, вижу ваши комментарии, что если такое внедряется, да, то, да, на работе будет вечный кайф, что ответственность за принятие решений вся на человеке. У большинства компаний, с которыми я работала, ответственность входит в топ ценностей, которые коллектив намерен внедрять, да, ответственность и личная, и коллективная. Вообще вот эта ответственность, да, когда люди держат слово, и когда вместо того, чтобы искать виноватого, сами очень проактивно ищут решения для любой ситуации, это, конечно, для бизнеса имеет первостепенное значение. И представляете, сколько удовольствий работать в компании, где каждый несет ответственность за свой участок работы и всегда готов помочь. Так вот, прикладной блок, о котором я хотела сейчас поговорить, это те потребности, за удовлетворением которых люди приходят на рабочее место. И, как правило, это те потребности, которые, в принципе, есть у человека по жизни, и на работу он просто приносит то, что его интересует по жизни в целом. И тут я хотела бы поговорить про тот концепт. Да, Алексей, все европейские компании на этом держатся, все верно, и это такая, знаете, уже положительная, позитивная мода, что в компании должна быть миссия, ценности и бизнес, построенный вокруг потребности человека и клиента, и сотрудника. Это как раз те вещи, которые дают возможность оставаться на рынке и процветать долгое время, да, эволюционировать. Например, родители учеников, они же являются командой. Да, Татьяна, вы просто уточните, какой ваш бизнес, тогда я смогу прокомментировать. Да, тот концепт, который создал Тони Робинс, и который дает возможность понять и наладить отношения практически с любым человеком. Да, это тот, с одной стороны, лайфхак, а с другой стороны, уже прямая обязанность любого человека, лидера, который руководит другими людьми, это знать, какие ведущие потребности есть у человека, с которым я работаю. Да, и лидер – это не тот, который считает, что ему кто-то что-то должен, да, а человек, который как раз пропагандирует тот факт, что вы берете всю ответственность на себя, в том числе за качество своих рабочих отношений с подчиненными. И вот ключик к тому, чтобы разгадать, как нужно общаться с человеком, чтобы получить у него максимум на работе, как раз кроется в этой очень простой модели шести базовых потребностей любого человека. Вы, возможно, с этой моделью уже знакомы, возможно, нет, так что записывайте. Первая пара потребностей, о которых мы сейчас будем говорить, самых базовых, она заключается в том, что человек либо любит новое и непредсказуемое, либо любит стабильность и любит предсказуемость. По-английски это certainty, uncertainty. И это то, что на самом деле, вы можете по себе даже отследить, да, мы часто перескакиваем из одной потребности в другую, когда у нас есть предсказуемость, и нам это нравится, мы знаем, что будет завтра, на какое место работы я пойду завтра, да, в какую семью я завтра вернусь. То есть нам вот эта устойчивость и стабильность, предсказуемость обязательно нужна, да, для комфорта в жизни. С другой стороны, когда мы со стабильностью перебарщиваем, да, когда все предсказуемо, нам становится достаточно скучно, и становится скучно достаточно быстро. Но есть люди, для которых состояние предсказуемости более комфортное, а есть люди, которые ищут нового, и для них драйв именно в этом, для них ценность, чтобы каждый день привносил какую-то неопределенность, определенность, с которой человеку нужно работать. Поэтому первая пара ценностей, да, это определенность-неопределенность. Вторая пара ценностей, она тоже очень глубокая, она тоже есть в каждом, но только попробуйте в себе отследить, что это, например, сейчас в вас превалирует. Так вот, вторая пара – это взаимоотношения, когда для человека важно качество взаимоотношений, да, то есть это пара, как ее называет Тони Роббинс, это love and connection, то есть такая соединенность на эмоциональном уровне с человеком, либо же это наоборот significance, когда важно, что я на первом месте, да, когда мной руководит собственная значимость, да, то есть это либо любовь и эмоциональный контакт с человеком, либо значимость. И так мы с вами уже прошли по четырем базовым ценностям, да, это определенность, неопределенность, любовь, эмоциональный контакт и значимость. И третья пара, она опять-таки присуща разным людям в разном количестве, в разные периоды времени, да, это личностный рост, когда мне важно, что я расту, да, и опять-таки пример, когда человек делает карьеру, здесь очень важно, да, я расту, и для меня это моя сейчас ведущая потребность, например, да, и когда я делаю вклад, то есть рост и вклад. Это третья пара, итого у нас шесть потребностей. Определенность, неопределенность, любовь, эмоциональный контакт, значимость, рост и вклад, да. Вот саморазвитие очень часто, Алексей, спасибо вам, да, я вижу ваши комментарии, да, просто не хочу отвлекаться, чтобы не терять нить. Саморазвитие очень часто для человека пророст. И когда человек заигрывается в саморазвитие, он очень часто, вот я расту, расту, это так важно, чтобы я рос, чтобы я рос, чтобы я рос. Когда человек этим не делится и не делает вклад в других людей, как раз то, что делает бизнес-лидер, когда растит вместе с собой свою команду, тут такой случается достаточно опасный перекос. Вот, поэтому, если вы в себе его замечаете, в какой-то момент, ну, мы можем уже отследить, да, отрефлексировать, что хочется переключиться на что-то другое, да, тогда рост, собственный рост начинает переходить в вклад. И тогда люди, уже сделав карьеру, да, ну, я, например, один из таких людей, да, очень хочет делиться тем, что ему помогло стать успешным, как он добился успеха, и делать эти знания прикладными и доступными для других людей. Так вот, смотрите, теперь, имея список шести потребностей, вы можете определить, какая из потребностей, или там, какие две ведущие у того человека, с которым вы разговариваете, с которым вы работаете. И удовлетворяя эти потребности, вы можете с человеком выстраивать очень продуктивные отношения, где человек будет отдавать вам большой процент своего потенциала, да. Нет смысла, нет смысла ругать человека, да, там, всячески его принижать, например, даже если он совершает ошибки, зная, что у человека собственная значимость – это ведущая потребность. Таким образом, на рабочем месте он не получает удовлетворение этой потребности, и вы вместо того, чтобы с ним выходить на новый уровень общения, да, чтобы получать от него больше, вы, наоборот, усугубляете ситуацию. Вы, как лидер, должны это понимать, да, даже если вас что-то в этой потребности раздражает. Поэтому, да, я вижу ваше спасибо, я буду очень рада, если вы этот концепт возьмете в работу, заберете его в жизнь, примените его к своим супругам, к своим детям, да. Очень часто ребенок, например, ведет себя как-то странно, вы начинаете злиться. На самом деле, все, что нужно, это спокойно сесть и подумать, какую потребность сейчас у своего ребенка я не закрываю, да, и он уже просто безобразничает, плохо себя ведет, всячески показывает, что вы игнорируете эту его потребность, да, как только вы это сможете раскусить, да, вот у маленького ребенка очень часто тоже потребность в significance, да, в своей значимости. А если вы ему, это как пример сейчас привожу, да, вы ему всячески, ой, ты еще маленький, давай я тебе помогу, ну, скорее всего, у тебя не получится, давай я тебе буду в этом излишне помогать, вот у человека собственная потребность в значимости остается совершенно неудовлетворенной. И вы вместо того, чтобы человеку облегчать жизнь, да, и помогать ему развиваться, его тормозите. Да, я обязательно запишу эфир, да, я вижу, что многим откликается этот концепт, он применим вообще во всем, в взаимоотношениях внутри семьи, например, между супругами, да, особенно если вам кажется, что вы этого человека знаете уже сто лет, потребности, во-первых, имеют свойство меняться, да, сейчас человеку интересно одно, потом ему интересно другое. И если вы вслед за своим партнером, за своими детьми, за своими сотрудниками на работе не отслеживаете изменения в этих потребностях и их не удовлетворяете, там, скорее всего, у вас больше всего будут возникать конфликты. Поэтому теперь, имея такой простой и замечательный инструмент, как базовые потребности, я сейчас не буду повторять потребности, друзья, я их опишу в посте, вы, пожалуйста, все читайте. Если кому-то актуальна задача построения команды, создания корпоративной культуры, проработки это внутри вашей команды или всей корпорации, буду рада помочь, обращайтесь. Это тема, которая сейчас очень актуальна по понятным причинам, да, мир, в принципе, сейчас стремится к развитию, и бизнес-мир в том числе. Все потребности пропишу, и буду рада видеть вас на следующих эфирах, и всегда очень радуюсь, когда вы под постом оставляете свои комментарии, мысли, и делитесь своими успешными случаями применения тех методов, методик, технологий, которые мы с вами на наших эфирах обсуждаем. Напишите мне, пожалуйста, как зашла сегодняшняя тема, как быстро вы готовы сесть, подумать над своей личной миссией, над миссией в бизнесе, над миссией вашей команды в бизнесе, прописать ценности, проговорить их с командой, попросить команду создать этот список ценностей и приемлемого поведения, что сделает атмосферу на рабочем месте куда более приятной, продуктивной. А это все о том, что то, к чему стремится человек, и не важно, что он для этого делает, это быть счастливым, востребованным. Я надеюсь, что сегодняшние инструменты вам в этом очень-очень помогут. Жду ваших комментариев, скоро выйдет пост здесь же на канале, и там будет ссылочка на мой аккаунт. Заходите, читайте. Да, вам большое спасибо, что приходите. Отличного начала учебного и рабочего года, и до новых встреч по вторникам. Всего доброго. До свидания.